МАРИНИКА СМИРНОВА Многочисленных телешоу и выпусков новостей, где не скрывала свой достаток весьма высокий, образ жизни и свою позицию по многим, беспокоящим сегодня почти каждую русскую девушку вопросом. Задать их еще раз и получить ответы специально для Profile Russia мы отправились в гости к Маринике, в ее шикарную квартиру, расположенную в одном из самых престижных районов британской столицы – Кенсингтоне. Вот реакция окружающих на вашу красивую жизнь, вы чувствуете какие-то косые взгляды, какое-то это неприятие? Вот здесь, в Лондоне, это на самом деле для них как комедия. Они больше к этому относятся с иронией. Я здесь вижу больше позитива. Когда шло шоу Meet the Russians, там они обожали этот сериал, потому что им прийти с работы, из офиса, где он там трудился целый день, бумаги. Тут он включает, а тут все. Для них это целых 40 минут или час это длилась серия. Отдушина. На самом деле девушки, мои знакомые во всем мире посмотрели это шоу, они обожали. Но наши в России реагируются совершенно по-другому. Потому что у нас другой менталитет. Косые взгляды, да, мы видим каждый день. Но с теми, с кем мы знакомы, это наши все, они друзья на уровне, они по-доброму к этому относятся. Человек добился, человек может делать все, что он хочет за свои деньги, за свою репутацию. Извините, это только нас касается, какая будет репутация. Мне никто вообще не диктует, что я буду делать. Я сама все решаю. Какие сложности и трудности вы испытываете, внедряясь в это общество, адаптируясь? Я испытывала трудности только первые полтора-два года, когда языка не было. Сейчас я вообще абсолютно никаких трудностей не испытываю. Мало того, я вообще себя чувствую как дома. То есть Лондон стал для русских практически вторым домом. Я выхожу на улицу и слышу русскую речь. У меня все мои подруги русскоязычные. Если мне нужно что-то объяснить на русском, хотя уже не нужно, я могу пойти найти себе русского продавца в магазине Russian Desk in, в банке. Если квартиру мне надо купить русского агента, вообще нет никаких проблем. Специальное русскоговорящее агентство, которое исполняет абсолютно все пожелания. В Харатсе практически каждый второй или третий продавец русскоязычный. Любят русских девушек везде. Иметь русскую геллфренд для британца, иностранца. Это очень статусно, это высокий уровень определенного рода девушек. Я говорю о приличных девушках. Они стараются, действительно, многие связывают свою жизнь с девушками русскими, потому что они следят за собой, хорошие хозяйки. Они делают все для семьи. Первый приоритет – это семья. Умные, религиозные. В высшем обществе я начала здесь вращаться только когда уже оказалась, в принципе, в разводе. Мне тогда стало гораздо легче, потому что меня никто не спросит. Дорогая, где ты была до трех часов ночи? Вчера, позавчера? И вообще, почему это происходит каждый день? То, что у меня, возможно, это происходит каждый день. Потому что балы и всякие мероприятия происходят практически каждый день. А как вот женщины относятся к вам, англичанки? Ой, ну это... Это даже словами сложно описать, потому что взгляд, там сразу все понятно. Они не могут понять, в принципе, как можно так выглядеть с утра, там с детьми, когда ты в школу пришел. Почему именно русские вот такие вот блондинки, почему они одеваются, почему у нас вот эта вот одежда вся такая, брендов там и так далее. Маникюр всегда завидуют, что сказать. Зависть, зависть серьезная. И один раз я имела беседу с британкой. Она была уже в нетрезвом таком состоянии. Она мне сказала, я вас ненавижу. Вы, русские, вы сюда понаехали, вы наших мужчин, всех самых лучших забираете, скупаете все самые лучшие дома. Естественно, что... Но она была уже так. В чем сложность жизни с богатым и успешным мужчиной? Сложность в том, что они в основном все, они искушенные, они требовательные. Даже если ты супер красива, даже если ты выглядишь с утра на все 100% и заходишь в любой клуб и ресторан, и все просто падают твоим ногам, этого недостаточно. Через какое-то время наступает такая стадия, когда тебя задают вопрос, а что ты еще умеешь? Мне готовить не надо, у меня повар есть, мне не надо убирать, у меня есть уборщица, у меня все есть, мне нужно другое, на другом уровне общения. Должно наступить в один момент. То есть общаться на высокие философские темы и так далее. Надо быть мягкой, на уступке, не надо никаких резких высказываний. Наша все-таки страна это где-то между Азией и Европой, то есть это не совсем Европа. Женщина должна быть как бы стена, но муж самое первое, что замужем это всегда как бы должно быть самое главное. Сохранить. Любовь должна оставаться прежде всего, дети обязательно. И работать надо на самом деле с такими богатыми людьми. Если ты просто сидишь дома и занимаешься собой, детьми, определенный момент им скучно. Ты должен прийти и рассказать на том же уровне, как у тебя идет бизнес, что ты там собираешься делать, какие у тебя бизнес-планы и так далее. Тогда ему становится интереснее, он видит, что человек другой, независимый от него. То есть это не такие браки, когда зависит кто-то от кого-то все время. Сейчас уже на самом деле долго не держится. Я бы не смогла жить с англичанином. Это просто невозможно. Потому что я хочу бриллиант 5 карат. Это такие подарки делают наши люди, либо арабские шейхи. Они не будут... Британцы, они живут очень скромно. Даже если он миллиардер, супербогатый, он сам в очень приличной, но очень скромной, в скромном рейндж-ровере, либо еще у него все очень так... Это сам, это только наши русские люди могут это все делать напоказ, им нравится это все делать напоказ. Есть исключения, которым нравятся такие русские девушки, они для них действительно делают. Но скорее это не коренной британец, это скорее либо ирландец, потому что это другое уже ирландцы. Либо это смешанные какие-то нечисто британская кровь. Чисто британец, ему мама скажет, семья ему скажет, род русской, чтобы тут даже близко не я была. И он так это женится на какой-нибудь девушке поскромнее британской. Что должны иметь богатые люди здесь? Прислугу, там, не знаю, швейцара? А кому что нравится? Шофер, водитель. Мне обязательно нужен человек, кто готовит, кто бы мне помогал. Мне няня очень, даже для меня лично няня. Не то, что для моей дочки, для нас обоих. Убирать обязательно. Да, нужен консьерж, чтобы у нас внизу почту забирал. Не знаю. Чем больше, тем лучше. Красота, модные наряды, вот эти тусовки. Это ваше, да? Да, это мое. Я это люблю. И пока я себя хорошо чувствую, я буду продолжать в том же духе. Какие вот самые такие необычные и такие интересные, дорогие подарки вы сами себе делали? Часы недавно себе купила, шубу купила сама. В принципе, я все себе сейчас покупаю сама, потому что у меня, я сейчас независимая от мужа и веду свой собственный бизнес. Пока что вот, может быть, и никогда такого богатого человека в моей жизни не будет, поэтому мне приходится самой себе покупать, а как же. Какие любимые, какие самые крупные? Ну, да, вот, немножко тут. Вот этот мой любимый, это большой, пять карат. Он очень чистый камень. Есть, сейчас нет здесь с собой, но самые крупные камни, самые любимые. Я считаю, что они, девушки, и любому человеку придают сил, уверенность в себе, и, в принципе, это красиво. Чем больше карат, тем лучше. Хотя, тоже не надо это кирпичами обмешиваться. Вы бы вели себя так вот свободно и роскошно в России, как здесь? Знаете, это очень интересный вопрос. Не уверена. Скорее всего, нет. Что бы вы порекомендовали русским девушкам, которые хотят приехать и завоевать, вот, завоевать себе богатого миллионера англичана? Идти учить английский язык первым делом бегом, бегом, прям в любой вуз, государственный, негосударственный, так, чтобы английский был вот просто идеальный и без акцента желательно. Когда он увидит, что она общается с ним на том же уровне, когда она ему будет цитировать лорда Теннисона, либо там что-то вот такое, и они не любят, не надо говорить вот про эти подарки англичанам, не надо. Они как только вот это вот слышат, начинают как бы очень так настороженно думать, неужели эта девушка со мной только вот за деньги? Вот это будет минус большой, если девчонки начнут. Я бы, знаешь, хотела вот, ну, вот Харат сходить на шоу, или там, вот это все попозже. А позже? Уже после женитьбы, девчонки. После женитьбы. Тогда все что угодно можно. Быть женой миллионера, миллиардера – это работа, серьезная работа, серьезные инвестиции в себя. И практически каждочастный труд от всего, начиная от конца кончиков пальцев и заканчивая кончиками волос. 24 часа. Даже ночью. Вас задевает то, что, допустим, вы сейчас в интернете после вот этих роликов, где вы там, оказывается, нарочито тратите деньги, ты чувствуешь, такая прям волна. Вас это тревожит, задевает? Нет. Мне нравится. Мне нравится, что такой резонанс. Может быть, понимаете, разделились мнения на самом деле. Сколько негатива, столько же и позитива. Люди начинают реагировать на это. А, вот, значит, девчонки там могут себе позволить, сделают. Потому что можем. Значит, и мы можем. Почему обычные, все кто угодно может добиться высот на самом деле? Все это только больших усилий стоит. И удача должна быть все равно. Так просто не взберешься. И удача. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok